Друзья, мой очередной привет! Ну что, мы продолжаем корчевать клиентский мегакрузер. Кстати, если кто-то хочет прокатиться на этом мега-крутом мегакрузере, мега-крутом мегакрузере, приезжайте в Горный Алтай, Березовая Катунь, Эко-отель Гренландия. Там вы можете насладиться просто незабываемой поездкой на этой тачке. Виды открываются там просто шедевральные. Я сам ездил и всем советую. Так, ну а у нас сегодня на повестке дня передочек, передняя часть машины. Как вы видите, выглядит она достаточно уныло. Но не в этом дело. Наша задача сегодня, как вы видите, лежит лебедочка. Нужно установить сюда лебедку и сделать силовой бампер. Силовой бампер будет, скорее всего, с кенгурятником, поскольку капот, крылья, вообще вот эта вот вся часть автомобиля, она сделанная из пластика. И любая веточка, которая попадает сюда, она ломает этот не совсем крепкий бампер. И достать такой, ну, практически нереально. Этих автомобилей было очень мало. Ну, и запчастей в России вообще, в принципе, не существует. Что касается установки лебедки, на самом деле, я был очень сильно удивлен, поскольку это военная тачка. И я думал, что здесь должно что-то быть, ну, с завода, какие-то крепления, куда можно устанавливать лебедку. Но нет. Здесь абсолютно ничего нет. И как-то здесь вообще установить, на самом деле, ну, тоже вариантов не сильно много. Все как-то не совсем так, как это по классике выполнено на внедорожниках, на которые можно спокойно купить обычный какой-то кит и прикрутить на раму. Здесь же никаких крепежных отверстий, рама достаточно короткая, то есть завязаться практически не за что. Я, если честно, не понимаю, как японцы собирались вообще воевать на этих тачках. Самая первая мысль по поводу установки лебедки, ну, во-первых, она не должна сильно торчать вперед, чтобы не усугублять геометрическую проходимость автомобиля. Поэтому первое решение было установить площадку где-то на вот этом уровне и вот здесь разместить лебедку. С одной стороны, возможно. С другой стороны, мне не нравится этот вариант, поскольку все равно это будет достаточно сесть как-то громоздко висеть снизу и у внедорожника должен быть хороший угол атаки, чтобы он мог наезжать на различные препятствия и не цепляться ни за что. Поэтому мы так поразмыслили, у него здесь достаточно глубоко расположены радиаторы. И если чуть-чуть изменить его аутентичность, отпилить кусок радиаторной решетки, то можно разместить лебедку прям практически внутри капота с выходом клюза где-то вот на этом уровне. Ну, а чтобы защитить радиаторы от попадания сюда каких-то там веток камней, грязи и тому подобное, здесь можно сделать такую достаточно с хорошим углом атаки защиту. И после этого здесь будет формироваться бампер. В общем, первым делом мы пытаемся как-то разместить все вот это вот внутри капота. В общем, после недолгих размышлений мы все-таки решили, что лебедка у нас будет здесь жить. Вот прям вот здесь, вот на этих местах. Здесь достаточно жирная рама, тут можно будет сделать закладные. Но на самом деле я не сразу понял, что здесь можно сделать закладные, поскольку если вот отсюда посмотреть, рама выглядит как будто бы она глухая. И закладные гайки разместить, ну, вваривать в раму это вообще неправильно, то есть их может легко вырвать, то есть что-то вставить какую-то железячку с приваренными гайками, это более правильный подход. Но здесь рама заглушенная, и на первый взгляд мне показалось, что это какие-то железки приваренные здесь. И то, что доступа здесь нет. Можно было бы, наверное, как-то плазмой это все вырезать, сдуть. Но потом я разглядел, что оказывается здесь установлены вот такие вот заглушечки, которые можно отсюда изъять. Вот эта вот резиночка, это жестяночка. И здесь открывается просто обалденное окошечко, куда можно вставить пластину с приваренными гайками. А здесь у нас будут просверленные отверстия. В общем, все складывается пока что неплохо. А вообще рама у этого автомобиля, это просто вот такие вот квадратные трубы, ровные до самого конца, без каких-либо изгибов. Нету ни одного отверстия. То есть получается, что грязь внутрь попадать не будет. И, соответственно, из-за этого она не будет гнить. И это хорошо. С такой рамой тачку изготовить очень просто. И я тут так посмотрел, если... Ну, я понимаю, что такой автомобиль купить непросто. Но если все-таки кому-то понадобится такой автомобиль, мне кажется, я смогу такой сделать. Домyersка. И все вместе. Вот. Вот именно с какой-то решетки здесь она будет выглядеть вообще бомба. Хочу рассказать вам про настоящий мир любителей азарта. Покер Дом это целый гипермаркет, где имея один общий баланс, вы можете крутить слоты, играть в покер и делать ставки на любимую спортивную команду. Покер Дом полностью лицензирован и продолжает свою работу на протяжении 9 лет. Часто устраивает турниры, конкурсы и различные интересные события. Один из самых популярных и красочных игровых автоматов – Докхаус, который запомнился игрокам своей отдачей. Здесь можно получить космические выигрыши с бонусной игры, которую можно запустить, если соберешь три бонусных символа. Также на Покер Дом есть куча различных карточных столов на любой вкус. Покер, блэкджек, рулетка и другие. Скорее переходите по ссылке в закрепленном комментарии, вводите мой промокод Сибирь, по которому вы сможете получить 45 фриспинов в игре Докхаус. Но поторопитесь, бонус ограничен. Короче, долгими дебатами решили все-таки делать решетку из железа. Ну, это внедорожник, у него должна быть крепкая решетка. Каким образом я это все делаю? Я взял, отошел подальше, сфотографировал нашего мега-крузера и уже здесь по фотографии нарисовал вот такую-то окантовочку. После чего у меня получилась вот такая вот металюшечка. Это будет основание для нашей решетки. Сюда мы с обратной стороны привариваем сетку из нержавейки. Ну и на саму сетку, это же у нас все-таки Тойота, должен быть значок, эмблемка. Будет приварена вот такая вот эмблемка. Мне кажется, будет достаточно неплохо выглядеть. Единственное, конечно, вот такой это способ переноса размеров, он, ну, не сказать, что сильно точный. И здесь на фотографии-то не особо видно какие-то мелкие детали. То есть где-то, может быть, что-то будет, какие-то несостыковки. Но плюс-минус, наверное, будет более-менее подходить что-то. Если что-то не будет подходить, придется это все дело, ну, что-то подкорректировать и заново вырезать. Слава богу, железо у нас есть. В общем, сейчас нам надо будет все это дело вырезать на плазме, примерить к пластиковой морде и посмотреть, что там не так. Но вполне возможно, что, может быть, с первого раза все получится. Хотя, в первого раза получается у нас редко. Все, пойдем резать. Так, ну все. Теперь можно снимать капот и со спокойной душой вырезать вот это вот все не нужно лишнее. Потом сюда мы варим сеточку и уже все это дело смонтируем. вот это эмблема у нас будет в том, приварено вот у меня есть точки куда нужно приварить у меня есть специальный сварочный аппарат индукционный который приварит такие шпильки но я варю настолько редко что я я забываю вообще как им варить какие токи выставлять какие режимы как вообще это делается поэтому я изначально пробую на какой-нибудь обычной железячки как это все происходит на самом деле все очень просто вставляется сюда вот такая вот штучка шпилька ставится куда-нибудь вот сюда вот а прижимается выставляется смотришь ага четко здесь до вертикаль все соблюдено и потом нажимается на кнопку готова и на самом деле приваривает прям реально крепко то есть я пробовал их отламывать сами шпильки ломаются по сварке они не отваливаются так хорошо значит можно пробовать варить здесь есть конечно еще некоторые тонкости это по поводу того что здесь не должно быть там на проводах петель поскольку этот индукционный ток он как-то теряется на этих петлях в общем короче мы все это делали 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 и упустили один очень важный момент он настолько важен что ну пренебречь им было ну прям я не знаю как как так вообще у нас головы вылетела в общем получается что если нам нужно расправить лебедку самоход взять трос и побежать с ним чтобы бобина сама разматывалась нам нужно повернуть этот рычажок да сейчас его нет он нас где-то там скорее всего из того что мы его открутили куда-то убрали сторону наверное мы забыли про это в общем надо было в решетке радиатора сделать какой-то лючок специально куда залазит рука и может его переключать мы этого ничего не сделали мы сделали красивую решетку да вот это вот ручечка мы сделали красивую решетку и теперь доступа к лебедке нет единственный доступ это подойти открыть капот повернуть ту лебедку закрыть капот а капот просто так у нас не откроется поскольку у нас здесь будет шокин гурятик чуть позже мы об этом тоже расскажем в общем делов просто будет чтобы размотать лебедку будет достаточно много но в каждой ситуации есть такой момент как можно выйти из этой ситуации и что мы решили в общем но что мы решили но это обычное дело наверное для тех кто устанавливает лебедки не знают то что вот этот тот редуктор его можно разворачивать но по крайней мере все те лебедки с которыми я раньше работал они все разворачивались это ну скорее все тоже наверно разворачиваться в общем мы хотим сейчас ты сделал все развернуть чтобы у нас этот рычажочек смотрел вниз здесь лишнее отпилить нужно приварить сделать какую-то другую рукояточку и вот здесь то у нас снизу будет такое-то пространство куда будет залазить рука и поворачиваю поворачивается он на 180 градусов поэтому ну когда мы будем делать бампер и какую-то здесь защитку надо будет не забыть про это не забыть что здесь нужно сделать зазор вот так забираем шести грани так да вот они эти болтики все это дело можно развернуть мы очень быстро торопимся прикрутить лебедку чтобы можно было быстрее забрать сюда капот поскольку сейчас должен пойти ливень с градом с перепели на яйцо короче хана копейки свежеоткрашенные ну чурка скорее всего это не затронет он что заговоренный что он уже получал по морде но остальные машины не знаю я сейчас на своего прикручу лист фанеры надеюсь что все должно совпасть как как положено о отлично ху-ху даже зазорчик есть просто обалденно обалденно ну да вот теперь да теперь мне нравится наконец-то блин ну что все решеточка у нас готова получилось прям мне кажется просто шедеврально в общем что у нас следующее дело следующим делом нам нужно сделать какой-то бампер стандартном исполнении у этого автомобиля бампера нет есть конечно что-то такое бампероподобное вот эту жестяночка которая стояла вот здесь это но толку особо от нее нет поскольку здесь пластмассовый капот пластмассовые крылья все это дело может повредиться это дело нужно как-то защищать вообще на внедорожнике раньше когда я делал бампера силовые по большому счету их ставили для того чтобы в них можно было интегрировать лебедку здесь же у нас лебедка уже интегрированы и по сути здесь бампер нужен только чисто для защиты кузова как мне видится что это должно быть в общем по сути классического исполнения бампер наверное все таки не должно здесь быть то есть ну типа там арб этом или тому подобное то есть торчащие вот такие вот бамперюги но они не нужны здесь нужно минимизировать свет и вообще сам самой коробке бампера наверно тоже здесь не должно быть здесь будут какие-то закрываться декоративные щитки а именно всю силовую нагрузку при попадании веток или чего-то там подобного должен нести кенгурин и мы так подумали и порешали что скорее всего мы здесь просто сделаем бампер именно из труб который будет защищать просто капот здесь снизу должна быть какая-то защита который будет закрывать у нас радиаторы и собственно наверное и все но здесь есть еще некоторая особенность этого кенгурятника то есть на обычных бамперах он приваривается к самому скелету бампера и жестко все это держится здесь же поскольку у нас капот открывается вперед здесь нет пространства для того чтобы он открылся то есть он будет упираться в этот кенгуритник в общем для начала чтобы открыть капот нужно сначала откинуть кенгурятник а потом уже открыть капот по той же самой схеме это сделано на хаммерах ну и собственно на этих тачках кто делает кенгурятники они принципе по той же самой схеме потому что ну если его делать жестким жестко с жестким креплением на раме то его придется достаточно сильно оттопыривать и здесь получится такой огромнейший клюв который не нужен нужно сделать максимально компактно и поэтому это будет такая конструкция которая будет откидываться в общем сейчас нужно это дело все спроектировать выгнуть на трубогибе сварить и все будет готово в общем примерно как-то вот так вот у нас будет выглядеть кенгурятник если вид сбоку то есть вот она эта дополнительная дуга которая будет еще крепиться на верхние кронштейны точнее упираться за них единственный нюанс как бы я не любитель в варивании отводов водопроводных но иногда иногда без этого никак то есть дизайнерские у меня получается то что мой трубогиб может загибать трубы вот именно с таким вот радиусом более плавным более резкие углы тут он будет ее просто ломать а здесь же как бы просится такой более резкий угол поэтому придется здесь варивать отвод как бы мне не очень нравится этот метод даже не потому что это как бы увеличивается сварные швы и вроде бы как жесткость конструкции уменьшается на самом деле жесткость там нисколько не уменьшится поскольку вовнутрь я вставляю направляющие втулки все это дело обваривается и по поводу надежности я уверен но что касается сборки конечно когда применяются отводы сделать это все дело ровным гораздо проблематичней выгнать цельную трубу на моем оборудовании это гораздо все проще здесь но прям я до последнего до последнего всегда сопротивляясь этим технологиям но в этом случае придется все равно применить их также здесь вот это тут радиус вот на вот этой дуги придется тоже использовать отвод поскольку здесь у капота такой достаточно крутой радиус и чтобы это более-менее смотрелось гармонично придется использовать отвод среднюю часть я оставлю такую-то по большей части открытую поскольку но все удары будут принимать на себя верхняя и нижняя труба если там какие-то ветки будут попадать а посередине у нас сделана решетка достаточно крепкая мне кажется достаточно надежно но и мне бы не хотелось бы здесь закрывать трубами нашу просто фееричную решетку она должна прям ее должно быть видно и и дизайн мне очень понравился вот на самом деле у меня стапель здесь стоял целый год наверное вообще не использовался он зарос хламом мешался здесь здесь по гаражу пройти невозможно было только я его убрал сюда вот на стену понадобился стапель сейчас бы как хорошо положил на плоскость и все чирик чирик и готово и Продолжение следует... Продолжение следует... Прям как надо. Ну-ка, как сбоку это выглядит. О-о-о! А вот сбоку-то вообще мега шикарно. Ну, да, сбоку пойдет. Ну, а кто сбоку смотрит? Вот так вот, а кто смотрит на машину? Все смотрят спереди или вот так вот? Вот с такого боку? Так нормально. А вот так вот? Труба-труба. Вот так вот, ну прям, да. Полотенце, сушилка какая-то. Вообще легко. Шлеп. Вот так вот открыл. Он даже лег идеально. И... Только зачем сюда подходить? Ну да. Логично. Ну, зато как он четко велел. Прям по высоте. И даже... Он даже не замарается об грязную землю. Не, это... Это я считаю верх инженерии, когда вот так вот все срастается. Прям... Просто мега круто так. Шлеп. Еще будут сюда замки какие-нибудь такие самозащелкивающиеся. Итак, сейчас наша задача нужно здесь организовать какой-то такой декоративный бамперок. Ну, как декоративный. Железяка достаточно точная. Толстая. Примерно как-то вот так вот он должен. Но, естественно, здесь должны быть гибы. И чтобы их сделать, у нас получается небольшой влипосик. Мой импровизированный листогиб, которым обычно я все загибал, он оказался уже. И у меня не проходит вот эта железяка. Вручную, как бы, молотками и тому подобное загибать, но это получится весьма некрасиво. Поэтому нужен какой-то другой листогиб более мощный и большой. Поэтому мы едем к моим друзьям, к чернигоросовцам. И я думаю, они мне помогут в решении этой проблемы. Вот мы и прибыли на базу моих знакомых. Сейчас нас встретят, и мы пойдем в цех, где можно будет все дело загнуть. Заодно и посмотреть, что у них там происходит, что нового. У них там огромнейший просто парк ЧПУшных станков, различных там гидрорезок, даже термичка есть. В общем, такое весьма солидное предприятие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Все ништяк. Прям получилось все по гоночному. Угол атаки гораздо больше, чем я планировал. И здесь такой небольшой радиусочек, что я не планировал, но мне это нравится. Короче, друзья, смотрите, просто обалденнейшая мастерская. Даже это не мастерская. Какая мастерская? Это целое. Это производство. ЧПУшные станки, токарные. То есть, блин, вот, наверное, это вот моя мечта. Я бы хотел, чтобы у меня когда-нибудь в гараже было примерно как-то вот так вот. но пока что приходится пользоваться добродушием моих друзей. Они мне не отказываются, всегда помогают, всегда, если что-то нужно изготовить, всегда что-то делают. О, нет, о, нет. Мы приехали раньше времени. Че там? Все, решетка, все. Все. Ты что с ней сделал? Так, ладно, мы примеряем, потому что немножко пошло не по плану. Оно даже и лучше получилось. Надо единственное проставочки сюда сделать. Ну да, вот так вот это должно быть. Идеально. Слушай, ну угол-то вообще четко попал, а? Это даже хорошо, что мы чуть-чуть перегнули ее. Все продумал. Наконец-то я научился все продумывать до мелочей. Че там с крючочками? В общем, так-то, друзья, вот такое-то производство. Такие вот у меня друзья появились. Друзья-друзья, которые помогают мне иногда вот с решением таких вопросов. Сегодня у нас, конечно, времени было немного, но в будущем, я думаю, в следующий раз, когда мы поедем, мы выберем время, я проведу вас, сделаю экскурсию по этому производству. Там помимо этого цеха еще есть много чего интересного и чего можно показать. А для тех, кто как бы любит наблюдать за всей этой производственной движухой, я оставлю ссылочки в описании на их соцсети. У них также есть YouTube-канал, Telegram-канал, они все это записывают, как это все изготавливается. Короче, там отдельная такая достаточно интересная история. Если хотите, переходите, конечно, подписывайтесь, ну и смотрите, следите за всем этим. Ладненько, а теперь давайте посмотрим, что ты там натворил. Что ты там натворил? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Итак, вот такая вот защита. Изготавливаем ее из материала AMG-6 толщиной 6 мм. Очень жесткая такая железяка, хоть и алюминиевая. В общем, она у нас вот здесь упрется в балку. Здесь она прикручивается. Здесь еще одна точка крепления будет на трех точках крепления. А здесь она должна будет прикручена к силовому бамперу. Внутри я сделал ребра жесткости, поэтому вот эта железка тоже очень-очень надежно крепкая. здесь еще мы попробуем сделать пукли. Пуклевки. И для того, чтобы вообще как-то попробовать это все дело загнуть, вот здесь-то я ее как бы прослабил вот такими вот пазами. Поскольку загнуть вот такой-то такой-то длины вот этот алюминий, ну, просто очень сложно. Нереально. Я даже не знаю, получится ли у нас загнуть даже вот с таким-то прослаблением. У меня есть вот этот кастомный элистогип, бедолага. Но не уверен я, что он справится. В общем, надо пробовать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все. Лебедку, электрику я все подключил. Она комплектовалась вот таким вот пультом. То есть не обязательно подключать проводной. Ну, как бы есть возможность подключить проводной, но, скорее всего, будет пользоваться вот этой штукой. Можно дистанционно управлять лебедкой. Теперь что, мы заправляем трос и начинаем потихонечку все собирать. Все железки у нас уже открашены. Осталось сделать только финальную сборку. Это самая, наверное, приятная процедура. Трос мы будем наматывать кевлар. Так, ну все, трос намотан. Лебедка подключена, все мотается, работает. Наконец-то мы приступаем к самому приятному моменту всей этой постройки. Финальная сборка. Что сейчас нам предстоит? Нам нужно поставить, а, для начала собрать радиаторную решетку, установить ее сюда, потом установить сюда бампер и сверху установить кенгуретник. А, еще и защита, да, у нас же все, уже обваренная и подготовленная защита. Смотрите, какая она кайфовая. Миниатюрненькая, достаточно жесткая, прям четенько. И выглядеть, мне кажется, будет прям просто мега классно. Все, начинаем. Жека, в бой! Можно, да? Давай! Субтитры сделал DimaTorzok Это, конечно, невероятное ощущение, когда ты столько это все дело строишь, проектируешь, гнешь, собираешь, варишь. И вот это, наконец-то, оно получилось. Это тот случай, когда самому нравится, как получилось. Да, и самое главное, что тебе за это еще и платят деньги. И неплохие деньги. Мне кажется, реакция у заказчика будет, когда он уже ни разу не видел, что тут происходило. Единственное, что мы у него спрашивали, можно ли нам чуть-чуть изменить капот, решетку радиатора. Да, я у него спросил, можно нам надругаться над капотом? Он такой, ну ладно. Но я думаю, что когда он увидит, насколько мы надругались над ним, он будет по-любому доволен. Так, ну на самом деле на этом еще работа не закончена. Есть один момент, который тоже еще нужно немного корченуть. Итак, в общем, следующее наше задание. Его как бы не было в списке желаемого заказчиком, это уже наша, так сказать, самодеятельность. В общем, когда мы попадаем вовнутрь вот этого салона, мне очень сильно не нравится вот это вот пространство. Точнее, вот этот коврик, который лежит на полу, он, ну прям, очень стремачно выглядит. А поскольку этот автомобиль развозит туристов, которые проживают в эко-отеле Гренландии, охота было бы сделать что-то в стиле таком экологичном, связанное с природой, чтобы было как-то, ну в общем, покрасивее. И у нас, в общем, появилась такая идея. Мы забабахаем коврик из газона. Будет радужно. Я приобрел вот такой вот газончик, и мы сейчас вырежем коврик. У нас будет здесь в салоне травка, травка, муравка. Мне кажется, будет обалденно. Насколько это, конечно, практично получится, пока непонятно. Мне кажется, по крайней мере, не хуже того, что есть. А выглядеть будет просто мега кайфово. Так что мы сейчас вырезаем сюда коврик, стелим его. И, собственно, на этом, наверное, наша работа и закончена. Разгувайтесь, вы что? Это же травка. Пропылесосят. О, тут уже можно теперь даже полежать. О, как ништя. Вообще кайфово лежать на зелененькой травушке. Я бы вот так вот, наверное, и ехал бы. Едешь, закачал, схватился, ладно, все, едем дальше. Реально атеристический автомобиль. Не, ну он и выглядит, стал прям кайфово, прям ништяк. Все яркое такое, блин, летнее, все, настроение летнее должно быть. Ну, собственно, что? Собственно, все. Коврики сделаны. Да, вообще все сделано. Сделано даже гораздо больше, чем нас просили. Поэтому, поэтому, наверное, пожалуй, его стоит уже завести и прокатиться. И уже в процессе езды ощутить, насколько он стал лучше. Так, в общем, сейчас у нас будут испытания. Выезжаем, как бы, ну, ходовые качества машины особо не поменялись. Нам нужно проверить, как будут себя чувствовать туристы, которые едут смотреть красоты. Для этого мы положим сюда напитки и посмотрим, как они, насколько экстремально им будут чувствовать в ихних ложах. Ну и посадим сюда какого-нибудь туриста. Туристом бы уж ты. Да. Ништяк, ништяк. Сначала проедемся аккуратненько. А я буду наслаждаться видом гаражей. Так, говорит, потихонечку проедем. Несет уже 25 километров в час. Получше едет, да, на свежем мазе? Вообще нормальненько так. Все продуло моментально. Все отлично. Как там наши подопытные? Вообще отлично. Подопытные лежат. Так. Сейчас будет больно, да? Да. Ну, большая бутылочка, немного шевелит. Погнали. Ништяк. Не, как он мягенько все-таки идет. Просто мега обалденный. Мега крузер, мега обалденен. Я прям кайфую. Стоя даже лучше ехать. Корочень прям вообще классно. На все бабки отдыхаем. Жека, ну ты поаккуратнее там будешь в самом деле. Майкл вон везде. Здорово. Здорово. Садись, прокатим. Ты турист там будешь. Садись, да? Да, прям за мной. Садись, да. Вообще занят. Там у нас есть коктейли, есть различные напитки. Так что давай, не стесняйся. Как тебе газончик? По летнему, да? По летнему, да? Ну конечно. Твою мать. Ха-ха-ха. Чтобы вон не, чтобы вы ебались где-то. По сейчас. По летнему. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Довольно-таки мягкий. Бутылка чуть не покинула чат. Но это было экстремально. Это прогулка или тронки-трап? Вон, что-то у меня зеркало сложилось. О, что это? Дождь, дождь, разматываем темп. Дождь, дождь. 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 приятно что получилось просто мне кажется обалденно внешний вид преобразился технические характеристики защиты все это стало гораздо все более качественное более такое интересное тюнячное получилась вот такая симпатичная мордашка комфортный в принципе салон вообще мега комфортный салон особенно корзиночки с напитками они просто великолепны просто великолепны держаться я попробовал на собственной шкуре отлично сидишь держится хочешь встать встал да по большому счету мне вообще неохота даже прощаться с этим автомобилем так что на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь а на автомобиле я поехал кататься всем пока 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 но если кому захочется прокачать свою тачку приезжайте в большую крокодилу но имейте ввиду стоить это будет вам очень дорого а если хотите прокатиться на этом автомобиле то уезжайте в алтайский край на алтай в гренландию